Родительская опека и любовь – основа полноценного развития ребёнка. Однако некоторые дети их лишены. Сделать их счастливыми и подарить радость обладания любящей семьёй в наших силах. Нужно понимать, что от нашей сознательности и милосердия зависит будущее таких детей, их развитие и отношение к окружающему миру. Оставшись без попечения родителей, Коля и Алёна вместе попали в госучреждение. Брат с сестрой держатся друг за друга и во многом похожи. Коля, младший, поделился с нами своими увлечениями. Кутаюсь на велосипеде, потом читаю книжки в свободное время или смотрю телевизор. Тихая Алёна предпочитает спокойное занятие. Шумное телешоу девочка не любит. Её привлекают длинные интересные истории. Я люблю сериалы, например, там, где много-много серий, там. Последний фильм смотрела «Это луну», и там по сериям, ну, по комедиям, это однажды сказки. В сказки рассудительный Николай не очень верит, однако с интересом относится к идее самому стать волшебником. В этом деле очень важно определить, каким быть волшебником и чем заниматься. Как быть добрым волшебником, но никак не злым. Помогать всем. Алёна, в отличие от Коли, никогда не была на море, но очень хочет туда попасть. В своих мечтах она представляет себя уже там. Большое море, на берегу лес, там песочек. Выбирая место своего будущего жительства, брат и сестра не особенно задумываются над выбором между мегаполисом и небольшим населённым пунктом. В этом вопросе они солидарны. Лучше, где маленький городок. Там заводов меньше. Несмотря на внешнюю замкнутость, Алёна очень коммуникабельна. Она с удовольствием и юмором рассказывает о своих друзьях, которых у неё, к слову, немало. Они весёлые, хитрые, потом забавные. У Коли немало интересных увлечений, но одно из них – вышивание, особенно необычно для мальчишек. Как выясняется, это не просто хобби. Занятие с ниткой и иголкой имеет практическое значение. Я думаю, что это… Я когда вышиваю, у меня нервы успокаиваются. У Алёны свои девчоночи интересы, среди которых, конечно же, музыка. Алёна не отдаёт предпочтение какому-то одному жанру. Для неё важнее качество музыки. Я рэп люблю. Там… Такую спокойную музыку. Коля музыке предпочитает более интеллектуальное занятие, например, чтение, в котором показывает хорошие результаты. Грамота… То, что я много читаю… Я лучше всех читала раньше. Выбор будущей профессии для ребят – дело нелёгкое. Тут важно трезво оценить свои силы и возможности. Алёна каждый день видит пример своих наставников. И тоже подумывает связать свою жизнь с работой с детьми. Воспитательным, наверное. Почему? Ну, у меня получается иногда. Коля активно осваивает компьютер, но использует его не для игр, а старательно учится пользоваться рабочими программами. Станет ли это его будущим, пока сложно сказать. Ведь мечты мальчика пока не определённы. Попыстрее вырасти, стать там… Или доктором, или ещё. У Алёны много планов, среди которых, конечно же, и создание семьи. Девочка рассказала нам о тех критериях, по которым она будет выбирать жениха и будущего отца своих детей. Важна не только внешность, но и то, каким он должен быть. Добрым. В том, чтобы любила работать. У Коли есть свои важные дополнения к тем качествам, которые определяют настоящего мужчину и семьянина. Не пить, не курить. Алёна и Коля неразлучны. Эту связь охраняют и законы Российской Федерации, не позволяющие усыновить их в разные семьи. Тем, кто мечтал о счастье быть родителем прекрасных детей, эти ребята могут подарить его. В ответ им нужна самая малость – любовь и понимание. Если вы примете решение стать приёмным родителем, обращайтесь в отдел опеки и попечительства Управления социальной политики Артёмовского городского округа. Это очень нужно ребятам, которые лишены радости семейной жизни.